Информ-бюро в эфире. Продолжаем выпуск. Казахстан постарается лучше выполнять взятые на себя обязательства по сокращению объемов добычи нефти. Такое обещание было дано странным участницам картеля ОПЕК+. Но, несмотря на это, наша республика почему-то оказалась среди самых недисциплинированных государств добытчиков черного золота. Как это может повлиять на цены на нефть и на курс доллара, расскажет Нургали Карабаев. В прошлом году Казахстан установил рекорд по добыче нефти за годы независимости – 86 миллионов тонн. А это идет вразрез с интересами стран ОПЕК+. Наращивая добычу, мы нарушили обязательства по соглашению о сокращении добычи. Но, как сказали в Министерском комитете нефтяного картеля, Казахстан заверил, что постарается выполнить обещание. По договору мы должны добывать в сутки на 20 тысяч тонн меньше. Мы превысили объем всего на 40 тысяч баррелей. Это небольшой показатель и не проблема для мировой нефтяной отрасли. Накануне, во время телефонной конференции, мы объяснили мониторинговому комитету наши цифры. В принципе, мы выполняем свои обязательства. Сокращение объемов добычи нефти было необходимо для поддержания цен на черное золото на довольно высоком уровне. Но даже придя к такому соглашению, Казахстан и Ирак не раз выслушивали упреки за нарушение договоренностей и призыв к дисциплине. Впрочем, эксперты говорят, что доля Казахстана на мировом рынке незначительна. Да и есть обстоятельства, которые все равно вынудят республику периодически нарушать соглашение. А основные объемы добычи в Казахстане, на них приходится суммарно где-то около 70%, это Кашаган, Тенгиз и Карачаганак. Но они работают по соглашению в разделе продукции. И согласно условиям соглашения, правительство не вправе вмешиваться и менять условия этих соглашений. И все же на днях котировки на нефть упали. Вместо 70 сейчас бренд продают за 68,5 долларов. Правда, аналитики ожидают рост. Целью текущего роста является уровень 72 доллара за баррель бренд. Пока он не достигнут, так что определенный потенциал роста сохраняется. И растущий тренд в нефти остается в силе. Следующая встреча мониторингового комитета ОПЕК Плюс состоится в апреле. Тогда и будет ясно, насколько мы придерживаемся соглашения. Ну а вслед за баррелем катится и тенге. Сегодня доллар немного отыграл проигранные позиции и стоит 324,6 тенге. Нургали Карабаев, Дания Жусупов, Информбюро, Алматы.